Здравствуйте. Наверное, пожалуй, любую болезнь можно скрыть от посторонних глаз, если сильно этого захотеть. Пожалуй, вот только зубы, а не как зеркало нашего здоровья. И сегодня речь пойдёт о том, как можно дольше продлить им красоту, а себе здоровье. Чтобы пациенты не испытывали страх перед болью, в клинике «Жемчужина» города Владивостока им надевают специальные виртуальные очки. Вы смотрите фильм и не вздрагиваете при каждом движении доктора, а он избавлен от вида ваших расширенных от страха и ужаса зрачков. Технологии современной стоматологии позволяют успешно лечить осложнённый кариес. Этот процесс долгий и кропотливый. Врач работает в каналах, специальным препаратом расширяет их, прочищает, затем заполняет фторосодержащим материалом. Он служит своего рода арматурой и питает зуб фтором. Приморские воды очень бедны им, поэтому осложнённый кариес – основной диагноз большинства жителей Приморья. Уважающий себя гражданин должен приходить в год раз на осмотр полости рта. Современные пломбировочные материалы, например, фотокомпозитные, в руках хорошего врача превращают зубы в произведения искусства. Некоторые пациенты снимают свои некогда модные золотые коронки и попросту наращивают этим материалом обточенные зубы. Фотокомпозит – это самый прочный материал. Между ним и зубом наносится специальный лак. Он проникает в зуб и в саму пломбу. Получается, что она как бы всасывается. За счёт этого и достигается прочность и красота. Как правило, фотокомпозит ставят в передние лицевые зубы, потому что этот материал очень дорогой. Классом ниже стоят кремниевые материалы. Они уступают фотозащитным по прочности, но выигрывают в цене. Ими пломбируют, как правило, коренные зубы, а в некоторых случаях врач рекомендует даже сверху поставить коронку. Индивидуально подходя к каждому зубику, можно тоже посоветовать, что нужно делать больному. Стоит ли покрывать коронкой зуб? Прежде всего, большая пломба является прямым показанием для покрытия зуба короночкой. Мёртвый зуб, изменённый в цвете, когда нарушено кровообращение зуба и уже отсутствие нервов, сосудов, тоже желательно покрыть короночкой. Он просто становится хрупким, может сломаться. Самый лучший совет – лечиться и наблюдаться у одного врача. Есть такое понятие – семейный доктор. В клинике «Жемчужина», если вы обращаетесь туда всей семьёй, вам предоставляется скидка 10%, для школьников – 20%. Более того, кабинеты находятся в других частях города. Изначально компания делала ставку не на шикарность административных сооружений, а на разветвлённую сеть кабинетов по городу, на домашнюю атмосферу и на высокий профессионализм докторов. В былые времена для того, чтобы организовать своё дело, достаточно было уметь что-то делать руками. Например, ткать, шить, рвать те же зубы, знать гончарное или кузнечное дело. В наши дни, чтобы открыть своё дело, в первую очередь нужно уметь работать головой. А успех и процветание любого предприятия начинаются с его правильной регистрации. Сегодня мы поговорим об акционерных обществах. Чем они отличаются от общества с ограниченной ответственностью и в каких случаях какую форму лучше предпочесть. Большинство крупных промышленных предприятий зарегистрированы в форме акционерных обществ. Их уставный капитал как минимум 100 минимальных размеров оплаты труда для закрытых обществ и 1000 для открытых. Это 132 тысячи рублей. Рассвет акционеров пришёлся на 92-93 годы. Фондовые биржи кипели от заявок продавцов и покупателей. Что можно было? Распродали. Что нужно? Скупили. Воссорилось затишье, а в 98-м году начались репрессии. В течение месяца акционеры должны оформить выпуск акции и зарегистрировать его в Федеральной комиссии по ценным бумагам. Некоторые не делали этого со дня своего основания, то есть с начала 90-х годов. Раньше за это не наказывали. Сейчас штрафуют вплоть до ликвидации предприятия. Вступивший в закон с 11 марта 1999 года о защите прав и законных интересов инвесторов дал право Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и её оригинальным отделениям накладывать санкции административные. За невыполнение требований действующего законодательства на физических лиц возможно наложение штрафа до 200 минимальных размеров оплат труда, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 10 тысяч минимальных размеров оплаты труда. И у нас существует уже два эмитента, на которых были наложены такие административные штрафы размером 500 минимальных размеров оплаты труда. Общество с ограниченной ответственностью под этот пресс не попадает. Зарегистрировать такое предприятие можно в администрации любого района. Две трети всего Владивостокского бизнеса работает под звездой ООО. Зачастую многие наши доверители, когда они приходят в первый раз, они говорят, хочу акционерное общество. А почему вы хотите? А красиво звучит. То есть люди не отдают отчет в разнице между, допустим, обществом с ограниченной ответственностью и акционерным обществом. Красивые слова впоследствии могут обернуться в некрасивой истории, когда вы или ваш партнер вдруг надумаете покинуть ряды учредителей, а свою долю забрать. В обществе с ограниченной ответственностью участники имеют долю в уставном капитале и, соответственно, в имуществе предприятия. При регистрации, при формировании уставного капитала участник вносит номинальную долю в уставный капитал, но зато при выходе он имеет право на действительную долю имущества всего предприятия, пропорционально своему вкладу. Если он вносил, скажем, 4 тысячи рублей, то при выходе вполне может претендовать на 20 тысяч рублей, а может быть на 20 тысяч долларов. В акционерном обществе не так. Акционер имеет только акции. При входе в состав акционеров он вносит оплату, вернее, плату за акции, и при выходе он может претендовать только на стоимость этих акций. Если на рынке стоимость этих акций будет велика, значит он получит немного больше денег, чем он вложил. Если же они не будут котироваться, он рискует получить только ту сумму, которую он и вложил, когда вступал в состав акционеров акционерного общества. Поэтому, если учредители решили создавать крупные предприятия с большим вкладом в основные средства, с покупкой какой-то недвижимости и хотят сохранить свое предприятие, естественно, для них лучше, на мой взгляд, организовать акционерное общество. Если же компания собирается заниматься какими-то мелкими, небольшими делами, не вкладывая крупных средств в основные средства, то, на мой взгляд, достаточно использовать форму общества с ограниченной ответственностью. Если у вас возникли какие-либо вопросы, вы хотите, например, реорганизовать акционерное общество в общество с ограниченной ответственностью, обращайтесь к адвокату Татьяне Витальевне Гордаш, ее телефон 414197. В следующий раз мы поговорим о том, чем открытое акционерное общество отличается от закрытого и в каких случаях какую форму предпочесть. Специализированная контора адвокатов номер 89 предоставляет правовую помощь гражданам и юридическим лицам. Адвокаты фирмы тесно сотрудничают с Московским адвокатским бюро, щуглов и партнеры. Быстро и качественно выполним любые поручения во Владивостоке и в Москве. Мы расположены в здании Приморграждан проекта, офис 603, телефон 414197. Время нашей программы подошло к концу. Напомню, что лодция наша выходит два раза в неделю, каждую среду и субботу. В следующий раз наш путь проляжет среди шоссейных дорог. Мы поговорим о качестве бензина, который сейчас продается на Приморском рынке. Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Продолжение следует...